здравствуйте дорогие друзья с вами снова фирма петерсон и я эдвард петер и за моей картинкой вы видите интересный такой бэкграунд рисованных красивый мы находимся на официальной странице программы крита что такое крита я не знаю шучу конечно я по рекомендации моего друга михаила решил посмотреть ее более внимательно потому как утверждает что крита это в общем-то могильщик фотошопа ну не знаю дело в том что я давно искал программу такую которую бы мне позволяла рисовать красивые бэкграунды фотошоп скажем так он не очень поэтому заточен покупать новую специальную программу не хотелось это по-моему что-то от корола по-моему рисовательная программа с кистями неплохая но дорогая и тут мне сказали что вот на тебе бесплатную программу учись и она тебе во всем поможет и я решил как всегда я делаю то есть преподать ее самому при этом делать видео потому что память человеческая вещь ненадежная каналы покрытие есть дело тоже невозможно не долгое может иногда быть сегодня есть завтра нет а то что я себе сделал то останется у меня посему если есть желание то давайте мы с вами эту программу изучим тем более говорят что это стоит того ну что ж давайте начнем скачивать я вам советую взять вот эта версия windows по требу 64 бит 133 мегабайта вот он ее качается через четыре минуты говорит закончить дело в том что я попробовал вот это сетап сразу же вот этот верхний оказалось что он требует порядка двух часов не знаю почему этот зазипованный этот не зазипованный поэтому возьмем сейчас зазипованный его раскроем и проинсталируем осталось четыре минуты так распакуем сейчас быстренько все идет отлично вот что-то начинает появляться это все так ну что похоже ну похоже немножко на фотошоп это прекрасно так здесь у меня идет на детском я думаю что нам надо будет перестроить его скорее всего на английский ребят потому что да на немецком неудобно работать на русском не очень но я подозреваю что множество ту тура будет на английском так где это может быть вот вот то есть установки так здесь вот тут есть язык переставить можно как охотно украинский ставь и казашки отлично так ладно возьмем американский он говорит что после старта программы он снова будет уже на английском давайте проверим вы уже заметили что я открывал вот с помощью вот этого значка да но лучше создать будет он почему-то не создает открытый не создает иконку вот я себе здесь сделаю ее я взял открытый икс и так и просто напросто сделал черкнет фунг то есть соединение вот здесь создать значок соединения сюда выбросил переименовал сейчас мы тут берем переименуем ее просто в кейту и проверим так понеслось вот все так у нас программка с вами на английском очень интересно она выглядит угу потому что некоторые вещи тут цветные даже и хорошо потому что утомил этот минимализм старт ну давайте посмотрим старт новый файл так обычные сейчас посмотрим ну это для печати сделаем 72 доп да раз нам не надо размер пока такой оставил RGB все создать вот создался интересно что мы тут как видим мы тут видим различные инструменты они похожи тут с фотошопом можно что-то себе представить если долго работал в фотошопе но я вижу и новые какие-то незнакомые мне вещи так тут размер в вершин select фильтры есть разное интересно tool setting help так здесь это на мой взгляд это очевидно что это красочки можно красочки выбрать отлично так здесь слои вот создался скорее всего автоматом какой-то слой так можно наверно да естественно можем добавлять можем удалять свои так сделали прозрачно интересно так здесь то есть как он будет выглядеть так далее нас пока не интересует браш браш так хорошо сейчас я найду себе какое-нибудь задание и мы с него и начнем а пока первые вводные видео урок самообучения я заканчиваю вернусь уже когда придумаю что-нибудь такое сделать в нем окей пока